привет мои дорогие друзья ну что ж поздравляю украину с локдауном теперь вы не сможете в супермаркете купить даже элементарно батарейки я хотел снять на этот эту тему тролль видео но что-то у меня нет настроения но вообще можно если кто помнит фильм иван васильевич меняет профессию когда чувак помните плащ раскрыл и там тип транзисторы у него выбирал вот такой за херней можно заняться сделать такое тролль видео повесить батарейки колготки носочки трусы и всякую подобную хрень типа моющие средства и даже пакеты которые продаются в кассе но их не продают некоторые ну вообще маразм крепчает как это может остановить распространение вируса я до сих парни могу понять блин напишите мне в комментарии как покупка вот этой банкноты допустим и вот этой банкноты лежащий вот так рядом вот тут вот у меня под запретом банкнота а вот это открытая банкнота вот эту я куплю не заболею а вот эту куплю заболею но у как это вообще можно блин охарактеризовать но это маразм вообще высшей степени кретинизма я не знаю зачем такой тролль то есть этот роль от кого вообще я просто блин в шоке можно долго эту хренацию обсуждать действительно маразм редкостный просто или закрой нахрен магазин все в магазин заходить нельзя или зачем эти вот ленточки вот эти ограничения покупок с этого прилавка можно покупать а с этого нельзя вот в этом жесткий коронавирус там сидит блин а просто такой страшный а на этом прилавки нету на этом нету прилавки дуристика полнейшая блин короче дорогие друзья я хочу вам рассказать почем банкноты стоят в россии украины а также показать как вот я собрал банкноты из-за бе хода и это то что у меня осталось у меня было много банкнот которые позабирали вот это 2005 год и они из-за бе хода это те что у меня не взяли банкноты сейчас попробую показать перегибы вот видите перегиб есть но и уголки чуть-чуть забитые вот в таком состоянии банкноты в принципе стоит чуть чуть больше номинала там можно я знаю по 110 гривен в принципе они могут уйти вот но вот это вообще не никуда не уйдет не знаю даже зачем эти банкноты у меня были отложены но среди этих банкнот у меня попалось немалое количество в идеальном состоянии банкнот то есть видимо я все подряд когда-то откладывал и хотел отдать эти банкноты на реставрацию но так они и не ушли на реставрацию вот такие банкноты в принципе в таком состоянии по 110 гривен можно попробовать продать то есть чтобы вы знали что в принципе может найтись покупатель потому что одна банкнота такая у меня ушла за 110 гривен человек один подошел сказал так мне для коллекции мне все равно чем дешевле тем лучше если по курсу то чего не взять вот дальше вот 2011 год тоже банкноты кстати 110 гривен сейчас я скажу сколько это в рублях тоже это получается 288 рублей на сегодняшний день это 110 гривен так а вот банкноты 11 года здесь уже немножко некоторые получше есть банкноты я откладывал но это то что осталось 1 вот более не менее у нее даже перегибов нету видите она вообще хорошенько вот одна еще не ушла здесь есть небольшой может быть какой-то вот маленькая чатка на уголке но в целом банкноты хорошие и такие банкноты у меня уходили спокойненько по 100 до по 380 рублей это 145 гривен вот по 45 гривен тоже 10 банкнот где-то ушло прикольно да так вот казалось бы мелочи приятно дальше 200 к 200 к украины вот такая вот значит она у меня уходила 265 гривен если не ошибаюсь это 700 рублей там 266 даже да вот где-то так она и уходила и они так и продаются самое интересное то есть это ну грубо 60 65 50 45 гривен за такую банкноту новенькую можно вытащить а вот тыщенки вот тут вот вопрос интересный кстати я вам хочу заметить у меня тыщенка из обихода вот у нее помятые видите уголки но это тыщенка немножко непростая относительно она пришла ко мне из обихода это серии букв а а то есть это первая банкнота вот такая банкнота даже в таком состоянии минимум 1100 гривен стоит просто из-за того что это серия а а вот если в прессе такая банкнота то она уже стоит 1450 гривен то есть 450 гривен сверху за пресс уже можно получить и даже я видел даже я видел сейчас я вам скажу сколько серия а а 1678 гривен вот самая дорогая цена что я видел но а шаг очень мало то есть одно-два предложения наверное на всю россию поэтому и серия а а самая дорогая вот такие вот цены еще из интересного я недавно приобрел именно купил у знакомого в магазине за 1100 российских рублей старого образца банкноту 1000 рублей наконец-то сбылась мечта идиота потому что я хотел все найти бесплатно но так я не смог ее найти и вот я купил за 1100 рублей такую банкноту да пусть она помята и так далее но в лучшем состоянии уже стоит две тысячи рублей а две тысячи рублей это 763 гривны тогда как номинал это у нас 380 гривен то есть я подумал зачем мне платить два номинала если я могу взять фактически по номиналу вот плюс риски связанные с банкнотами украины и банкнотами россии это так называемая инфляция и если не дай бог курс упадет то можно потерять достаточно много денег поэтому банкноты украины крупных номиналов таких как 1000 даже несмотря на то что если у вас серия а откладывать не вижу никакого смысла именно ты щенки и пятисотки тоже почему потому что если рухнет курс гривны к доллару то вы просто не окупите эти вложения вот в россии самый крупный номинал который можно собирать в коллекцию я думаю максимально это 1000 рублей до 1000 рублей уже нам становится опасно потому что я же говорю инфляция и может сожрать ваши деньги конкретно просто обвалиться поэтому гривны до 200 гривен идеально инвестировать а ты щенки если вы собираетесь инвестировать а только при таком условии допустим вы пришли в банк взяли какое-то количество поехали за границу и там продали сразу вот если у вас так получается тогда вперед из песни как говорится если у вас так не получается то специально покупать ты щенки складывать их собирать искать по номерам по сериям никакого смысла нет вообще лучше купить и доллары даже по этому курсу который есть сейчас вам пусть даже доллар упадет если со временем то все равно он отыграет рано или поздно и будет все равно больше стоит доллар чем гривна несмотря на все приколы которые приходят происходит штатах доллар все равно является мировой резервной валюты и на данный момент ближайшее время его вытеснять никто не будет но ухо востроя уже предупреждал не раз все равно надо держать то есть наблюдать за ситуацией и ждать ну именно правильных таких маневров и коррекций чтобы вовремя продать вовремя купить в общем вот такие цены интересные на банкноты я вам рассказал это что касается нового образца банкнот и банкнот который к вам приходят из обихода то есть по 110 гривен вы можете продать более не менее целые банкноты то есть на каждый товар есть свой покупатель не все готовы платить за пресс вот я пример свой привел тоже я купил не пресс но банкнота чистая то есть нету масляных пятен чего-то такого она имеет перегибы но в альбоме она со временем немножко разровняется плюс а утюгом могу пройтись через бумагу обязательно с двух сторон чтобы была бумага белая слегка ее подровнять положить себе в коллекцию и пускай себе лежит кушать не просит мне пойдет для коллекции и также вот банкноты украины тоже достаточно целом состоянии тоже есть покупатель на них потому что я же говорю что пресс не все могут позволить себе купить особенно крупный номинал то есть вот казалось бы я спросил у знакомого говорю но она из обихода он попросил фотографии его прислал он говорит тащи я заберу и такую то есть вы понимаете да что даже на такую банкноту есть свой покупатель поэтому вот такое видео подписывайтесь на канал всем удачи пока